Павла Кремлина 3 глава Читаем 4 стиха Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе У кого вопросы возникли? Ты еще далеко не успел Мы еще раз Правда Божия через веру в Иисуса Христа То есть, правда Божия воплощается через веру в Иисуса Христа Во всех и на всех верующих Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Иисусе Христе А вот если вообразить так, что апостол Павел трудился бы не в той обстановке, а в сегодняшней А его знают все, уже опыт накоплен Ну как-то сместим такие временные сферы Ну его уважают католики Павла Петропавловский собор Православные чтут, столько пашек везде у нас наплодилось И сектанты его чтут И вот теперь он явился бы и к православным Постоял на службе, посмотрел бы там И тут поклоняется иконам, мощам Ну он первый вопрос, может быть, задал Я думаю, сказал, а какой это верный люди, как какой? Это христиане Христиане А это что он сейчас выходил, что-то кричал? А это он читал послание апостола Павла к римлянам Мое послание? А что он так поднял, кричал-то так? А почему он не просто не сказал народу? Павел, через веру, каждому Я же так писал Не знаю, ты спроси его А ты одетый не так, с тобой разговаривать Ну а ты прочитай Да тебе не дадут Как? Мне не дадут, апостолу? Нет, не дадут А потому что от вышестоящего должно быть распоряжение И они, тем более, ты мирянин для них Замысловения нету Ничего нету Понимаешь? Как быстро радует, все по-другому-то А теперь к католикам пришел бы История-то ничем не лучшая Папа Как папа? Да я же был папой, это не назывался Я отец для вас, а родил во Христе Вот кого родил? Нет, я родил А какой же он папа? Папа, взять его, великий инквизитор А к сектантам пришел бы, стал говорить Ну я же говорил, что дело не закончено Тита оставил, надо руку положить Чего вы самобольничаете? Какая же эта церковь-то? Собралась тысяча человека Церковь А дальше будет Ну все, разрешай, кричи Пляши, опрокидывайся Людям это очень нравится Так это же сатанинское все Как сатанинское? А вот мы сейчас что тут делали? Кричат Это мы Он написан, что Давид плясал И мы плясали И мы плясали Так он перед ковчегом Это один раз было Пока что наконец-то нашлось место У вас ни ковчега нету Чего вы пляшете-то? Как подражать? То есть Павел не был бы принят нигде А к мусульманам пришел Да когда ты его бы сразу схватили Зажали Это ты Какой тут пророк Мухаммад А ты какого-то Христа Что ты говоришь все время? Воскресный Ну не воскресал, он не умирал То есть Павел для них был бы готовый К тому, чтобы глотку перерезать Это вражина Потому что он мусульманств Он никак Про буддистов говорить не надо То есть Павел был бы гонимый всеми И православными Но в эту обстановку Мы можем быть как благовестники Попасть Я люблю апостола Павла И я как бы его голос И сейчас говорю И меня они не принимают Попы Разницы никакой нету Я-то не свое проповедование Значит на место меня Как бы замещает меня Моим языком Моими губами Шевелит апостол Павел Я прямо считаю Вот как вера А какая это вера-то Свечки купи Там передай Крестным ходом пойди Где-то что-то земельки возьми Он умирает там святой Это же Серафим Вырезки А вы приходите на могилку А я вам помогу Это другое Это спиритизм самый настоящий Нам говорить-то нельзя об этом Но мы должны сказать Вы сегодня слышали Златоуста Ты обличи Это твоя любовь будет Я не то, что мне нравится обличать Я бы не говорил Ну как не говорить-то Когда все пропаще везде И что везде неправильно Везде неправильно Все лишены славы Божьей Все до единого Совратились А как дать истину Через смирение У людей смирения нет Вот начинает Небухова не надо судить Вот сектанты в интернете Заходят Тысячи Все одинаково говорят Такие кроткие Смиренные Я говорю Ну церковь-то там Где есть рукоположение Какой? Выдало поклонник Вам еще надо родиться Смышь Вы Духа Святого не знаете Они мгновенно сразу Вдрываются и пошли крошить Я говорю Ты мой фонгиографию-то Просчитай А вы хоть слышали Что есть такие баптисты Она мне это говорит Да слышал я А остальное Шизофрении Там психиатрии Спросишь потом Я беру Валант Когда этому говорит Безродному Обстановка сложная Но надо научиться Входить в этот образ Сегодня я Благовестник И чтобы меня не приняли Мне не надо музыкального сопровождения У Павла не было Мне нужно шагать И идти Или ехать Плыть на корабле И людям вознесить Живое чистое Евангелие Вера Все виноваты Потому что Если нет веры Какой веры Он не говорит Ну понятно Вера в Иисуса Христа Что он умер 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 Понимаете Два миллиарда мусульман В это не верят Мусульманство Это полное обольщение Без Христа Как Можно было Не знать Вот такое дело Вот написано Правда Божия Через веру в Иисуса Христа А вера в Иисуса Христа А вере в Иисуса Христа То у нас в православии И не говорят У нас говорят о вере В мощи Разные чудеса Мироточения Это провокация А в чем заключается вера Православие А если нет Иисуса Христа Если нет веры в Его Все это смазано будет В Него нет веры Поэтому и нет правды Божьей Поэтому они и говорят Говорит А вопрос-то этот А жизнь не по лжи Они и не могут его обсуждать Потому что нет правды Божьей Если нет правды Божьей Зачем? Как она может О каком может быть Речь идти? Житие не по лжи Ну а в самом деле Вера-то она и есть только для Правда Божья Она только для верующих А если он не верующий Ему хоть какую-то Веру в Иисуса Христа Что Он есть Спаситель Мой личный В это же нужно поверить А для этого нужно рождиться свыше А если нет рождения свыше Значит нет этой веры в Иисуса Христа Как своего личного Спасителя Значит и нет правды Божьей Нету Да нету В самом деле Я по своим детям Я сужу Ну написано Вера от слышания От слышания От Слова Божия Если Слово Божие Не возвещает То и вере родиться Негде Неначем Ну и так и дальше Не только в семье Я вот в семье сужу Я вижу в своей семье Сколько бы ни говорил Что бы ни говорил Оно пролетает мимо Потому что Бог не дал этого духа Который бы присутствовал при этом Нет веры Я и по своим могу сказать Одна стоит на молитве Вот мы стоим На молитву вечером чаще всего Мы стоим вместе Все Пять человек стоим Но я Жена Еще раз присутствует Никита У него Чтобы он смотрел на икор Нет он смотрит Куда-нибудь Куда-нибудь В окно В пол Еще куда-нибудь Стоит Есть что все стоят Это же прям чудо Что они хоть стоят Что они стояли-то Ну что толку Мы разве этого хотим Мы спасения хотим А все остальное Это суета А суета А суета А как это Ничего не дает Это шелуха Молилась Шелуха которая Отлетит В это мгновение Когда умерла Дух святой Коснулся Когда бабушка молилась За всю деревню Она одна была верующая Во всей деревне И она всю жизнь Промолилась И не видела Что кто-то уверовал И когда только умерла Там на галерке Простите И когда только она умерла То один за одним Стали обращаться Понимаете Они влагали Она молилась И у Бога умоляла А написано В Евангелии Написано Что Когда Всех Кому ты мне дал Господи Всех Кого ты мне дал Только приходят ко мне Только те Кого ты Избрал Поэтому Он не дал ей награду При жизни А дал Уже за гробом То есть она потрудилась Всю жизнь И поэтому вера Не зависит От моего желания Не зависит Нет Не то что от моего желания Что я хочу Я желаю Чтобы мои дети Уверовали Я хочу Я за них молюсь Но если Бог Будет Способствовать этому Если Бог Возбудит в них Такое Желание Воздаст жажду Слышания Слова Божия Тогда что Да вот У меня голова кругом Я Просто падаю в обморок От этого вопроса Об избранности Избранность Это для меня Вот камень преткновения Я не могу Я понимаю Что избранность Господь избрал всех Потому что Он отдал Свою кровь За всех И вся Во все времена Живших И после нас Будучи жить На земле Но У каждого Есть еще и воля Выбор И избранность Опять же Зависит и от нас Мы должны только Принять этот дар И все Больше ничего От нас не нужно И опять возвращаемся К этому Именно этот вопрос У меня тоже часто звучит Потому что здесь Есть Вот Об избрании говорится Что избранность Но есть еще и стих Придите ко мне Все Труждающиеся Обремененные Ну все Это все Значит все И туда вошла и я И мои дети Которые не пришли Но они тоже В число всех вошли Как это можно совместить Труждающиеся Они еще не труждают Ну Обремененные Это язычники Такое еще разъяснение Но эти язычников Ты тоже Господь избрал И Павла И Павла отправил Иди Для них Поможет быть Своей смертью Это значит всех А в число всех То все Во Христе нет ни Елена И уйдей Да И ни границ нету Ни национальности нету Ни времени нету Ничего нету Потому что Есть свобода Во Христе Иисусе И сказано слово Все Придите ко мне Все Это значит Всех он призывает Всех приглашает А вот я хотела Сразу Вот пример У нас на деле Пример Николая Этот Симоненко Вот он мне Не дает покоя Потому что я Видела Какой он мужчина Когда он только Приехал в больницу Он полный сил мужчина Он Ну заболел Ну привезли Ну он молодой Энергичный Все А как говорит Как он работал Ольга говорит Это было Надо было видеть Это Он мог Всех Этой работой Как говорится Зарядить 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 И вдруг Раз И плохо что-то И вот в больнице Пожалуйста И умирает 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 Ну отодвигал Отодвигал Нет Чувствует уже Все Ой Священника Он же сам позвал Священника Давайте А Оля Сколько с ним Работала А Витя Сколько приезжал Тоже работал В этом направлении Плоды Плоды Вроде бы Как бы Появились Ну вот Ну вот Принял он крещение Священник Пришел Ну пусть не полное Но он принял Это крещение А дальше Дальше Оказалось Что недостойно Или как Господин Изначально Во-первых Татьяна Господин Во-первых Ольга Николаевна Рассказывала Что Она собственно Его Как бы Уговорила Потому что Он все время До последнего Тянул Тянул И Ну вот Как бы Сделал жест Такой вот Ну ладно уж Ради тебя Нет у него Нет у него Самого этого Он не соединился Со Шристом Значит покаяние Было не такое Какое Желательное Бог Бог смотрит на сердце Правильно А вот как Вот скажите Вот ум Он даже понимаешь А как сердце Все ли мы слышим Сердце Вот это вот Меня очень волнует Этот вопрос Много В смысле Как Ну везде написано Сердце Дай мне сердце Твое Сыне Дай мне сердце Твое И сколько мы Святых Вот жития Святых Читаем все Сердцем Сердцем Не у Бога Не разум А сердцем Господь смотрит Не на разум Твой На сердце Смотрит А как А мы все Сердцем Как мы Как мы чувствуем Сердце Так ли Как Богу Угодно Все верующие Все верующие Все верующие Они когда согрешат То у нас Есть такое Как бы Потом мы каемся Мы каемся Дома перед Богом Мы каемся в церкви Перед Иисусом Христом Когда исповедуемся У нас есть Сердечное намерение О раскаянии Совершенного нами Греха Вот это и есть Сердце Если ты не каешься Если ты не признаешь Себя грешником Если ты не сожалеешь О своих грехах И если ты Не просишь прощения У ближнего Которого ты обидел То у тебя сердце холодное И сердце у тебя уже Как говорят Совесть Это сердечное Она уже сожженная Поэтому вот сердцем Это то Когда есть покаяние Вот у меня такое понятие Что сердце Верует человек Это когда он кается В своих грехах Или просит прощения У ближнего своего Вот это вот С сердцем А если ты холодный С сердцем А говорят Он добрый Он всем добро делает Он всем хорошо делает Он никого не обижает Но он не кается В согрешениях Он не видит Грехи свои Значит у него Он не верит С сердцем Ну во-первых Мне бы хотелось Тут еще сказать Что Само по себе Сердце Что это такое Это просто орган Живой орган В нашем организме Но сердце Оно наполнено По всей видимости Каким-то таким духом Само-то сердце Оно И Давид говорит Однажды сказал Бог Но дважды услышал я Дважды То есть он уж Ухом услышал И положил На сердце Так что же это такое То есть дух Принял то Что он услышал А для чего он принял Для исполнения И если Если ты Услышал ухом Но сюда не положил На это сердце Дух твой Не принял это Ты никогда Не исполнишь Потому что Он у тебя Как говорится Залетел и вылетел А может даже Не залетел Ну во-первых На сердце Когда мы говорим Это не значит Что конкретно Имеется ввиду Речь Этот орган Который главный Конечно В нашем организме Потому как Это насос Насос который Перекачивает кровь А душа где Содерживается В крови Так что вот Все это конечно Центральный орган Поэтому Это вот все Рассуждения наши Мы должны Полюбить сердце Мы должны Слушать сердцем Сердечная любовь Должна быть И прочее То есть Все связываем С центральным Нашим органом Который является насосом Который перекачивает кровь То есть Практически Это говорится о душе О душе О душе нашей Как говорится Поэтому И должны Когда мы Покаяние приносим То оно должно Идти от души То есть Мы возлюбить Должны Господа Бога Всей душой своей Всей крепостью Всем разумением своим Исполнить Первый заповедь И возлюбить Ближнего своего Опять же Сердцем Должны возлюбить И тогда Исполним Эти две заповеди И исполним На основании Эти две заповеди Весь закон И пророки Можно добавить еще Еще хотелось бы добавить Что Если совесть Не обличает Вот это как раз Тоже относится сюда Что мы идем На покаяние И даже еще Не успел-то пойти На покаяние Но ты совершая Когда грех Ну я по себе знаю Как меня обличить совесть Я буду день страдать И два И три Будут Это так Меня совесть Будет обличать Она мне не даст покоя Это совесть Это вот Это верхний участок А что есть совесть Это есть участок души Через который мы Общаемся с Богом Вот я как раз к этому Мы знаете Тихонович нам всегда Об этом говорит Нет А что я сказал Он же это не Он сказал Что это я из опыта Вам говорю Нет Это что-то из лечения Он говорит Это из святых отцов Да Это из святых отцов Нет Это его личное Это его личное Наработанное им Что такое совесть Это высший участок души Через который Слышится голос Божий А вот все О чем вот говорит Нина говорит Совесть Совесть обличает И человека неверующего Совершенно неверующего Поэтому нам На уровне Который вы Веры имеете То вас Обличает Не столько совесть Уже Совесть уже Давно-давно Уже проснулась Вас обличает Дух Святой Понимаете Верующий имеет Духа Святого А не совесть Совесть уже пройдена Эта совесть Может обличать Вообще человека Который не знает Бога Который даже Не призывает Ко спасению Поэтому ты уже На той ступеньке Когда Дух Святой Тебе обличает И Он тебе не дает покоя Вот это вот нужно Как-то это А совесть Это может и твоего Степку Может и Вы правы И неправы Одновременно Потому что Совесть Остается У каждого человека До того момента Пока он ее не сжег Окончательно Это первое Второе Дух Святой Дышит там Где хочет И Дух Святой Находится И на людях Не верующих И на сектантах Поэтому Поэтому Дух Святой И вместе с совестью Они действуют В человеке Всегда И Главное Нам слышать это Да Я бы еще допомнила Что еще важную роль Играет страх Божий То есть Человек может и каяться Но он может Не всегда искренне Каяться И не до конца А вот страх Божий Если у человека Есть страх Божий Он как раз И будет обличать Потому что Если в тебе Есть страх Божий Ты будешь бояться Обидеть Господа Тот Который тебе дал Как говорится Жизнь во Христе Ты будешь бояться Этого И тебя всегда Этот страх Божий Будет обличать Дух Святой Естественно И страх Божий Будет обличать Что ты не то Ты обидел Бога Ты его распил Конечно С теми разумению Разумение Это Значит страх Божий Есть начало Прямудостей То есть разумение Начало мудрости Начало мудрости Поэтому Все это Оставные Оставные части Оставного Оставного племя о которой мы должны руководствоваться. Дерующие страха Божия вообще не имеют. Вот потому что все согрешили, лишены славы Божьей, получая оправдание даром, что главное это, даром. Но вот этот дар просто остается нам только принять, и все. По благодати Его и искуплению Его в Иисусе Христе. Теперь мы читаем, что нам написал Феофилак Балгарский. Это правда говорит, то есть оправдание, которым оправдал нас Бог, не сходит на нас через веру. Когда мы приносим веру, то оправдаемся все иудеи и язычники. Ибо нет различия. Иудеи не предпочитаются язычнику потому, что получил закон. Ибо и он согрешил, так как из закона научился только как узнавать грех. А не как избегать его. Если он и не так согрешил, как язычник, но славы лишен одинаково. Потому что оскорбил Бога. А оскорбитель пожинает плод не славы, но бесславия. Но ты не отчаивайся. Все оправдываются даром по благодати Божией. А благодать это бывает через искупление. То есть через совершенное освобождение, соделанное Христом. Ибо он оправдал нас, давший самого себя в выкуп за нас. Как-то мы спорили, купил, купля-продажи. Вот еще раз. Самого себя давший в выкуп за нас. То есть отдал себя в выкуп. Выкупил нас. Выкупил нас издавства. Об этом есть стих Батие 49, 10. Оттуда пророчество шло. Я его процитировать не помню. Батие 49, 10. Нету Библии, да? Не знаю. Там пророчество. Это когда дает... Да, Надя. Хотела задать вопрос к Наде Хрючу. Просто сейчас, пока его нет, может быть, кто как думает, может быть, Вот такой вопрос, очень интересный. Я прочитала книжку об Иоанне Кронштадтском. Какие он творил, оказывается, чудеса. Мы этого вообще не знаем. Об этом никто нигде не говорит подробно. Конкретно вот по этой теме. Это к теме относится? Нет, ну ладно. Не будем отвлекаться. Ну, потом, ладно. Ременов 3, 25-26. Так вот сразу. Все подряд не воспринимается. Надо фрагментарно, наверное, прочитать. Потому что здесь сразу 25-26 стихи. Здесь разделения тут нету. Где кончается 25-й стих? Ну, давайте еще раз. Так как-то стих начинается, наверное, вот последние слова 24-го стиха. По благодати Его искуплением во Иисусе Христе. И дальше. Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру. Для показания правды Его в прощении грехов. Грехов каких? Соделанных прежде, во время долготерпения Божия. Какое главное непонятное слово? Ну, по-моему, главное непонятное правды Его. С чего ради? Какой правды? А о чем речь идет? Прощение, грехов там, жертвы Его. Это не православные слова-то. Это все еретики сектанты забрали себе. Для показания правды Его? Именно. Какой правды Божьей? Какой? Правды Божьей. То, что Господь однажды сказал, должно быть исполнено. Он слов своих не бросает на ветер. Ох, в этом правда Божья. Бог сказал и не раскается. У православных никак это не вкладывается. Вот каждый день там какой-то праздник Богородицы, отдельные акаписты, то другое. Христа вообще как будто нет никакого. Вот канонизировать, а теперь Ксении Петербургской, на могилку пойти и считать. Это абсолютно новая вера, не имеющая подтверждения на страницах Священного Писания. И называют православие. Православие это признание Отца и Сына и Святого Духа. А остальное-то, что придумали-то, какое оно отношение к православию-то имеют? Показание правды Божьей. А эту правду-то Божьей скрыли. Спасение-то не через кровь Иисуса Христа. Кровь этого в чаши батюшка подает. А не Голгоф. О Голгофе люди не знают. У батюшки там кровь в алтаре. И он ей манипулирует как хочет. Не по мне, а отлучу. И сдохнешь ты без этой крови, которая у него там в чаши. И вать пойдешь. Понимаешь? И вот это... Спрашивают, неужели вы думаете такую махину свернуть? А я вообще ничего не думаю. Я просто делаю, молюсь. Я знаю, что это надо. Бог заповедал. Это его заповедь. А будут они, не будут слушать. Порок говорит, иди и говори. Я остался верен за Тауз. Говорит, а никто не пошел. Я остался верен Богу. А ты не пошел за твоя воля. Если Богу это не угодно было, чтобы люди не откликались, то это очень удобно было сделать. Сделать их роботами. Как сегодня говорят зомби, там, манкуртами. Но Бог дал ему свободу. А у нас свободой человек манипулирует. Вот и все. Послание апостола Павла к кремлянам, православным, не относится вообще. Он все упирает на веру. И у нас были бы какие-то дела. А то не дела, а какая-то мишура этих дел. Смотри, миллионные очереди к поясу Богородицы. Вот так посмотришь. И патриарх это одобряет. И он восхищается. Что нам умышленно сделать? Специально застанный человек подменили царя нам. Подменили патриарха. Он никогда это не считал. Какое отношение так к поясу имеет? Когда уверенностью, что это ее пояс, даже процента одного нет. Но даже если ее пояс, что? Теперь только через пояс должно на меня что-то поступить или как? А кто приближается, который сразу пояс это не носили? Ни на одном, который приближались, миллионы людей. Да поясов-то нету. Какие же это поясы? Игра. Игра. Страшная игра. И вот сейчас это стояние, говорит, патриарша была. А церковь гонят. Да никого не гонят. Это патриарха задели. Церковь какая стояла, так и стоит. Это они еще хуже сделали этим стоянием. Сколько ворочали, ворочали, делают. Вот мы сейчас что делаем? Это попытка всего лишь. А примут ли они это? Не знаю. Мы сейчас ходили, отхворяли ворота. Встречали. Это Валя уезжает. Она тут привезла кое-что там. Крупы, может, для лагеря. Для лагеря, она сказала. Мы с нуля все начинаем делать. Вот с нуля. Попробуй у православных так вот, как у нас надписи. Сделай вот так вот. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо век милость Его. Благословите ныне Господа, все рабы Господни, стоящие в доме Господнем. Ну, буду восхвалять Господа, доколе жить без Бога моего, доколе есть. Вот это держите, видите, рядом, когда падает. В который раз она не может не расколоться. Ну, он стоит, но помощь-то оказывайте. Сидящий рядом. Даже вот это простое изображение и надписи у православных никак не совмещаются. Батюшка пришел, не наш, другой там один, послали отслужить старый храм. Зашел, темный-темный, все, плесень такой, затхлый. Говорит, а что же вы так вот запустили-то? Ну, так вот и есть. А кто у вас на колокольне? Да мальчишка один, сколько лет? Там лет шепетнулся. А что, да он там и курит, и мальчишка колотит. Жителям надоели до чего? Колотит в колокол, колотит, а никого нету. А это что у вас? Да это Василий. Какой Василий? Что-то там черное, темное, ни образа ничего нету. Василий, как он? Сосед Василий там или кто там? Собутыльник Василий. Вот святой был, или Василий Великий, или Акарагантийский. Никого нету Василия, и все, он посмотрел. Убирать его-то. Так, а это что? Это Анна. Какая Анна? Анна-то несколько было-то. Да кто ее батюшка знает-то? Не отмыть ничего, снимать ее, сжечь все это. Достать икону настоящую-то. Василий. Я приехал, позвали у старообрядцев, кажется, в городе Томске. И они там, в закуток заходишь, когда первое-то, а там переходить. Такой деревянный, темное все. И по-славянски написали, не оставляйте собрание Вашего, как есть обычное у некоторых. А они написали, оставляйте собрание Ваше, как есть обычное. Я просто, я зашел, посчитал, я говорю, а кто это писал? Да это сын староста писал. Так он верующий. Ну, ходит иногда. Ну, верующий или не верующий? Ну, это сын староста. То есть, что он сын староста, он обязательно должен быть спасен и вера у него. Я говорю, так он написал, оставляйте собрание Ваше, чтобы никто не ходил, как и не ходит. Да вы что? И правда у нас совсем уж никто не ходит-то. А нет, давай я вас снимаю. Ну, поставьте, не оставляйте. Спасибо. Спасибо.